МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Жесть» в студии Александр Твердовский и далее о том, что случилось в городе-области сегодня, 27 января. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня следователи возбудили уголовное дело по статье убийства в отношении 37-летнего мяча, ранее уже судимого за убийство. По предварительным данным, мужчина поссорился со своей подругой и захотел ей отомстить. В центральном округе ночью подозреваемый разбил стекло веранды дома, в котором проживала женщина с родителями. Злоумышленник поджег вещи, после чего скрылся. Отец с дочерью смогли спастись из огня, а вот 58-летняя хозяйка дома погибла. Подозреваемого в убийстве задержали и сейчас допрашивают. Накануне поздно вечером у кинотеатра «Космос» сотрудники ДПС заметили, как «Шевроле Круз» проехал на красный сигнал светофора. От нарушителя потребовали остановиться, но водитель только прибавил скорость. Стой! Я говорю, стой по-хорошему, водитель! Гнались за иномаркой до конца улицы 10 лет октября. Здесь машину занесло, и она застряла в сугробе. Сначала гонщик не открывал двери автомобиля, но полицейским удалось через приоткрытое окно вытащить ключ из замка зажигания. Пилот был с признаками опьянения и согласился пройти тест. Нарушителем оказался 32-летний житель Кормиловского района. После употребления спиртного ему захотелось покататься по городу. Полицейские составили протокол. Сейчас виновнику газит 30 тысяч рублей штрафа и потеря прав на два года. Похмелье у сельчанина будет особенно тяжелым, так как ему придется заплатить еще за эвакуатор и за спецстоянку. В Омске вынесли приговор бывшему студенту танкового института. Молодой человек в сентябре прошлого года напал с ножом на продавца магазина. Женщина получила серьезные ранения и едва не погибла. Злоумышленника арестовали в течение суток. Как пояснил задержанный, на грабеж он пошел, так как нужны были деньги на оплату съемной квартиры. И вот теперь на длительное время его обеспечили государственным жильем. Вадим Шестаков в судебном заседании свою вину полностью признал. Его обвиняли по статье «Разбой». Как следует из материалов дела, в сентябре в 14-м военном городке средь бела дня молодой человек изрезал продавца магазина, забрал деньги и скрылся. Потерпевшая получила многочисленные ранения в шею и грудную клетку. Тогда ее удалось спасти. Добычи Шестакова стали 5 тысяч рублей. Их мужчина потратил на одежду. В своем допросе пояснил, что на тот момент, на момент совершения преступления, он очень нуждался в денежных средствах. Ему необходимо было, как он пояснил, вносить плату за съемную квартиру. Самое, что интересно, в своих показаниях Шестаков говорил о том, что ему необходимо было внести, повторюсь, вот этот платеж за жилье. Однако, после того, как он похитил денежные средства, он фактически их потратил на личные нужды. Купил себе новую одежду и там ездил улицами. Шестаков после преступления сутки скрывался в гостинице. Задержать его помогла супруга. Женщина и раньше замечала у мужа странности в поведении. Известно, что сейчас она готовит документы на расторжение брака. Психика у него точно не нарушена. Бывает, проявляет неадекватное, как сказать. Ну, вроде, нормально-нормально, там, с того, что он еще там такой вспыльчивый, потом раз резко успокаивается. В раскрытии данного преступления помогла его супруга, которая догадалась о случившемся. Придя домой, она также является свидетельным по нашему уголовному делу, допрошена. И придя домой, она увидела, что на пороге нож в крови, деньги, контейнеры из-под денег в крови, которых у них ранее дома никогда не было. А также его одежда, которая также была вся в крови. Наш обвиняемый, совершая преступление, нанес также телесное повреждение себе. Он порезал у него в какой-то момент, когда он наносил удары потерпевшей, порезал себе руку. По официальным данным, на момент преступления Шестаков уже не был студентом танкового института. За два дня до этого отчислился по собственному желанию. За подобное преступление, согласно уголовному кодексу, максимальное наказание – 10 лет лишения свободы. За разбой суд приговорил Шестакова к 8,5 годам колонии. Следователи выясняют, как подростки попали на стройку, на которой разбился один из школьников. Пока известно, что 13-летние ученики днем проникли на территорию объекта на улице 70 лет октября. Молодые люди увлекались паркуром и решили проверить свои способности в строящемся здании. При этом школьники фотографировали друг друга. Во время прыжка один из учащихся сорвался с шестого этажа и упал на четвертый. Мальчик получил множественные травмы и переломы. Его друзья вызвали скорую. Сейчас пострадавший находится в больнице, а следователи выясняют все детали этого происшествия. После проверки будет дана оценка действиям родителей, педагогов и строителей, которые не обеспечили охрану объекта. Омский следователь продолжает поиск свидетелей убийства младенца. Напомню, труп месячного ребенка был обнаружен в сентябре 2015 года на берегу Иртыша в Советском округе. Как показала экспертиза, мальчика утопили, положив в пакет, а потом еще и в сумку. Сыщики проверили более трех тысяч женщин Омска и области, которые могли рожать в указанный период. Однако пока результатов нет. Сейчас отрабатываются роженицы из соседних регионов. Следователи просят жителей, которые обладают информацией о гибели ребенка, сообщить данные по телефону 21 11 59. Конфиденциальность гарантируется. В печи Омской котельной сожгли почти 15 тысяч пачек сигарет. Табак уничтожили по решению суда. Экспертиза показала, что акцизные марки на товаре были фальшивыми. Установлено, что сигареты производили в Киргизии и нелегально перевозили в Омск. Владельца контрафактного товара суд приговорил к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы со штрафом 120 тысяч рублей. Изъятые поддельные табачные изделия подлежат уничтожению в соответствии с договором суда. Объем уничтоженной партии табачной продукции составил 14,5 тысяч пачек. На сумму более 860 тысяч рублей. Накануне вечером на остановке аэропорт местных линий у автобуса загорелось колесо. По всей видимости, у машины заклинили тормозные колодки, отчего и произошло возгорание. До прибытия пожарных очаг пытались загасить снегом. Как отметил автор ролика, во время ЧП мимо проехало несколько автобусов, но никто из водителей не остановился помочь коллеге, попавшему в беду. Может, огнетушитель пожалели, а может, не захотели выбиваться из графика. За то время, пока стояли и пытались потушить сами, ни одна машина не остановилась. С начала года на пешеходных переходах Омска зафиксировано 14 ДТП, в которых пострадало 14 человек, включая шестерых детей. В прошлом году произошло почти 300 наездов, в которых погибло 9 человек, и более 300 получили ранения. Чтобы сберечь человеческие жизни, дорожные инспекторы проводят в городе операцию «Пешеходный переход». Полицейские проверяют состояние мест, где горожане пересекают проезжую часть, замеряют снежный накат, а также размер сугробов на подходах к зебрам. Такие препятствия провоцируют Омичей переходить дорогу в неустановленных местах, что приводит к несчастным случаям. Инспекторы составляют предписания для городских служб об уборке территории. В случае неисполнения должностные лица будут привлечены к ответственности. И на сегодня это были все чрезвычайные новости. Если вы что-то пропустили, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте «Антенны 7», а также в группе «Жесть» ВКонтакте. Проведите выходные с пользой и без жести. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова